добрый день дорогие друзья начинаем наш ежедневный обзор рынка сегодня у нас 1 ноября начинается последний последние два месяца уходящего года это месяца обычно в которой рынок идет наверх но не знаю в этом году как бы я не слишком верю как и в прошлом году что этот эта тенденция будет иметь место особенно в то время когда все говорят о возможной коррекции рынка о том что к январю месяца рынок упадет на 18 процентов поэтому я призываю быть осторожным и при первом же таком сигнале о том что рынок падает я думаю нужно будет выходить и на самом деле закрывать свои позиции на самом деле сейчас рынок движет несколькими такими вещами первое вот вчера рынок упал из-за того что опять как бы переговоры между сша и китаем зашли в какой-то тупиковый в тупиковый угол и соответственно опять же многие считали что на заседании на встрече в перу в конце ноября будет достигнут какой-то договор но опять видимо вчера что-то опять пошло не так и соответственно шанс этого наверно достаточно малый рынок продолжает также переваривать снижение процентной ставки также смотрит на экономические номера сегодня по моему должны выйти employment номера по америке также вот сегодня некоторые позитивизм в рынке фьючерсы на позитивной территории потому что в китае показала но под номера вышедшие в китае в китае показали некоторые рост промышленного производства поэтому на самом деле вот вчерашний день когда у нас было ряд хороших квартальных отчетов том числе от компании apple должны были в принципе двинуть рынок наверх но мы увидели один вот такой немногие из немногих последних сессий когда у нас рынок пошел вниз причем опять же а вниз пошли акции в основном смолкой об компании мы видим раз открылся минус 0.66 причем многие акции просто вот упали вот из ничего вот одна акция в моем портфеле просто покажу компания без новостей у которой торгуются с очень маленьким пи компания которым уже назвать value компании вчера упала вот на 79 центов или на 5 процентов ну без всяких на то новостей вот просто упала также хочу отметить квартальный отчет вчера от компании mdc которая вот упала на квартальном отчете это домостроительная компания которая падала до 35 79 то есть которая ну я бы сказал до процентов 15 упала вчера что говорит о том что наверное все уж таки домостроительство но рост домов замедляется и соответственно нужно ожидать наверно снижение каких-то темпов роста домов и соответственно падение цен на ипотеку поэтому мне кажется что сейчас имеет место уже такая т.д. то что несмотря на рекордно низкий процент по ипотеке народ все равно дома сейчас не покупает поэтому а вчерашний отчет от компании apple был таким светлым пятном но опять же покажу пару темных пятен это была компания wdc сторож компания которая дело занимается сторожем вот она упала вчера на 16 процентов также упала вчера компания yeti которая упала тоже весьма прилично на 15 процентов упала вчера сильно компания mmsi медицинская компания которая упала на 30 процентов поэтому на самом деле в этом и не так много чего-то позитивного и на самом деле акции которые не добирают очень сильно наказываются и даже вот допустим на такие системо образующие компании которые влияют на снп и на dow jones на нас так эти компании как бы к ним такое а при фили преференциальный 3 то они получают но компании просто вот обычные компании как бы рядовые если даже от компании бьет по прибыли бьет по продажам дает нормальный там guidance но если у компании падает маржа прибыль эту компанию все равно наказывают и так например компания foxf которая выпускает от вилки для велосипедов хотя велосипеды сейчас очень популярны многие ездят на велосипедах и покупают обновляют то компания foxf которая должна быть бенефициаром этого тренда на самом деле вот вчера упала причем упала на 3 доллара при том что результаты у нее были неплохие также хочу отметить компанию тидок которая на самом деле показала серию неплохих квартальных отчетов компания несмотря на то что она по-прежнему убыточная она неплохо в принципе смотрится технические акции преодолела ряд ряд резистансов идет наверх и у нее вот абсолютный хай в районе 87 долларов и соответственно она уже в ближайшее время может его пробить но опять же я бы в данной ситуации наверное все же таки продал семидесятые путы она с 15 ноября то есть вы можете практически процент заработать на ровном месте то есть учета маржей даже не процента процента 3 вы можете заработать продав семидесятые семидесятые путы вы можете продать по 70-60 центов и заработать в принципе безрисково эти деньги сегодня у нас тоже есть некоторые квартальные отчеты которые уже не настолько значимые уже я думаю основная масса компания три портала уже такие все был в адрес компания три портале поэтому сегодня вот хочу только также отметить вчерашнее падение компаний облачных технологий после плохого отчета от компании тв ло которая здесь на свой прогноз показала результаты в принципе неплохие но снизил свой прогноз на будущее акции компании здорово упали после того как они доходили у нас вот на своем пике до 151 доллара вот они на 50 долларов скорректировались уже и соответственно акция чувствует себя очень дискомфортно и поэтому инвесторы с опаской ждут отчетов у других компаний тидок который тоже можно отнести к лучшим технологиям нормально в принципе отри портала сегодня у нас был отчет от компании вчера после закрытия от компании ваекс которая мы видим тоже вчера упала на 5 45 упал по сути весь сектор упала компания окта можно посмотреть на 3 доллара 24 цента меньше чем другие упала компания куб даже несмотря я могу сказать что она упала куб упала на 336 наверное mdb упала компания монга упала вот на 490 то есть но упали все вот эти компании то есть это вчера был сектор который вот на самом деле показал некоторые слабость то время как компании такие как intel как microsoft эти компании в принципе нормально себя чувствуют но не сильно падают поэтому на ближайшее время все-таки рекомендую покупку компании intel я думаю на ближайшее время пробьет уровень 60 долларов и хочу также отметить что три компании это японская непон sony компания японская тоже intel заключили трехсторонний пакт о развитии вот развитие телекоммуникации развитие вот всяких там технологических вещей совместным и вот этот тройсиный союз должен дать этому какие-то результаты поэтому я рекомендую в свете этого покупки компании sony которая вот стоит у нас 60 долларов тоже в принципе находится близко от своего годового максимума акции sony достаточно перспективно вы знаете sony и фильмы выпускает и playstation выпускает и технологически достаточно сильная компания к может не такая сильно как было раньше но все равно она набирает обороты поэтому вот sony я считаю но нужно бы наверное бы уже вот на этом уровне покупать вот поэтому от сегодня я думаю надо смотреть на реакцию на отчет компании его x которая вот от репортала и возможно вот отчет у нее в принципе неплохой посмотрим где она откроется также смотрим на отчет компании и пи пи н которая от репортала у нас непонятно куда она пойдет скажем так вроде бы отчет не такой хороший также от репортала компания pins это недавнее пио которая торгуется у нас в минусе минус 4 доллара мы видим даже минус 5 долларов акции компании уже торгуется ниже чем цена и пио по которой она выходила видимо 23 доллара это была цена и пио самая нижняя то есть поэтому эта компания тоже одной из неудавшихся ай пио поэтому мы сейчас и не увидим какого-то ай пио поскольку все вот недавние пио достаточно сильно были наказаны также как компания beyond от кам которая у нас но правда немного поднялась она но опустилась тоже весьма существенного вчера на ведь опустилась на 4 доллара и соответственно компания которая стоила 250 сейчас стоит 84 доллара слава богу те у кого она была что они успели продать поэтому вот так поэтому я в принципе ожидаю падения рынка в ближайшее время единственные сектора которые остаются в принципе но остаются на плаву это у нас а полупроводниковый сейчас сектор потому что мы видели intel дал хороший результат вчера и сети тела секс то есть полупроводниковый сектор вроде дает неплохой результат и возможно он как-то может но показать позитивное влияние на дальнейшее поведение рынка но в целом рынок очень переоценен мы видим слабости налево и направо видим квартальные отчеты с даунсайт гайденсами и мне кажется что вот уже сейчас экономические номера тоже нам дадут понимание того что наступает скоро рецессия и соответственно уже снижение процентной ставки этому никак помочь не сможет у меня на сегодня все извините за такой пессимистичный тон следим за рынком слушаем мои обзоры понимаем что происходит это очень важно на самом деле и до новых встреч всего хорошего и хороших выходных